здравствуйте друзья у нас сегодня в студии гости гости свежие прямо с самолетов практически давайте может быть мы представимся вот начнем с мамы а потом уже до деток ну меня зовут елена я жена вячеслав который был уже у нас в гостях это моя дочь даша это мой сын илья ну вот собственно мы приехали но рассказывать откуда приехали чем из москвы ну вернее из подмосковья и схемок вот я всю свою сознательную бессознательную жизнь проработал на телевидении ребята учились я думаю они сами за себя расскажут ну те кто нас давно смотрит и имеют наметанный глаз они вас возможно заметили это было ровно год назад практически ровно год назад когда нас снимали в разных точках вот для канала rtvi и и на сказать что вот наше видео которое висит у нас на канале то что вот нам дали сортили это единственное что осталось потому что раньше они на канале у себя держали вариант а сейчас уже там нету и вот то что у нас есть это единственное что осталось вот так работаешь работаешь как творческий человек и хорошо что осталось но такая потому что у вас есть связь связь связи это Да, это правда. И вот, значит, год назад мы тут снимались, и я помню, что уже ребята выиграли гринкарт-лотерею, и Елена так как-то вот оглядывалась по сторонам, пытаясь понять вообще, на каком она свете. А вы как-то секретничали, да? Не то, чтобы всем сразу рассказали. Нет, на тот момент знало только два человека, ну, кроме меня, мужа и детей, знало только два человека. И мы же не знали, что с этим делать. Ну да, да, это сложно. Было внезапно, совершенно неожиданно, и никто к этому не был готов, особенно к этому не была готова я, потому что я приехала сюда и говорила, это ваша Америка. Вот это ваша Америка? Да. Вот у нас в России? Сами инициировали, участвовали. Ну да, и мы долго не думали, раз так случилось, значит, от судьбы же не уйдешь. Нет, нет, конечно, надо отдаться судьбе. Абсолютно. Отдались. Потом, как так можно отказаться от того, о чем мечтают миллионы? Ну, это же вот глупо бы, согласитесь? Я помню, что вы работали в программе, как, Ребизорра? Ребизорра, да, я продюсер первых четырех сезонов этого проекта. Лет? Это четыре года? Это три года. Это три года работы. И популярный вообще сериал такой? Ну, это реалити-шоу, оно социальной направленности, это безумная популярная программа, действительно ее знает каждый таракан в России, потому что она проверяет качество услуг сервиса. Ну, вы какие-то провокационные такие, как бы, для внимания, ну, что-нибудь такое там, острые углы какие-нибудь там? Слушайте, а там провоцировать ничего не надо, если ты заходишь на кухню, и ты видишь, что у тебя по еде, которая стоит, там, каждое блюдо по 100 долларов ползает, хорошие, откормленные, такие породистые тараканы, что там провоцировать-то? Ну, прям, реально пользуются? Да, 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 очень. Мы же ничего не привирали, мы заходили и показывали то, что видели. Ну, они говорили, куда вы тут ходите. И морду били, да, с удовольствием. Прямо, это прям такое движение. А вы должны были с вами какую-нибудь охрану иметь? Имели, да, имели, но их всегда было больше, чем у нас охрана. То есть, опасная профессия. Ну, да, но всего свое время. Так, значит, а ребята в каком возрастном таком? В 18-м. Близнецы, что ли? Двойняшки. Ой, то есть, как это сказать, однояйцовые? Нет, это, нет, однояйцовые, это когда одинаковые и одного пола. Они разнояйцевые, потому что они разнополые. Вот как. То есть, фактически у вас нету двух дней рождения, и там есть один на всех. Один на всех, да. Но они при этом как-то близки, так вот. А вы их спрашиваете, что у меня спрашиваете? Духовно, они духовно очень не близки. Не дерутся там ничего. А, нет, да? Ну, раньше, еще когда совсем маленькими были. Ну, не совсем. Это должно было так звучать. Ну, раньше, когда мы были совсем маленькими, мы не дрались. Но сейчас... Так вы и школу-то закончили? Да. Я, да. Как это? У меня вообще очень странно, потому что я ушел из школы в колледж, получается, школу не закончил. А сейчас мы еще уехали, я и колледж не закончил. А колледж это что такое? Техникум пытался? Ну, нет, это юридический колледж ушел. Средне-специально-юридическое. А средне-специально, ну, как бы технику, по-моему. Да, да. Понял, юридический. Так, а вы только-только закончили вот. Я, да, я колледж закончила. И школу, и колледж. А какой колледж? Бритиш колледж о бэнкинг и файнэнс. Бэнкинг? И файнэнс. Понимаю. Так, ну хорошо, осталось только бэнк завести. Ага, да. Инфинэйт. Да, ну понятно. А вы по-английски говорите вообще? Я, нет. Я стараюсь. Так. А хорошо, а какие же планы? Работать, а потом поступать через год. Работать, неважно кем, чем. По сути, нет. Просто для социализации. Ну, у меня-то без языка вообще, мне кажется, вариантов не особо много будет. Мне кажется, хоть какие-то это будут. Безусловно. И надо будет за них хвататься сразу. Вот, а потом все-таки получить образование. Образование, это хорошие такие планы. Вот у вас папа образование в нашей школе получает, он уже закончил, да? Выпускник, да. Выпускник, вот на интервью ходит. Да, хорошо. Мы в него верим-то. Ну, ничего же. Он, если бы еще так по-английски пошустрее был. Ну, сейчас вот Даш приехал, они будут между собой чеки устраиваться. Ну, потом он очень позитивный такой, это хорошо, потому что он такой весь... Да. Удивительно, если бы он приехал, и такой жизнерадостный, позитивный. Химки такой. Химки суровые. Ну, я не про химки, я в более широкую песню. Да не, мы все позитивные, на самом деле. Если бы мы не были позитивные, то нас бы здесь не было, наверное. Да, понятно. Так, а у мамы какие планы творческие? У мамы планы работать и учить язык. Я по специальности работать здесь не собираюсь. Мне это, ну, уже неинтересно. Да, а что хотите? Ни с какой стороны. Ну, прежде всего, язык, естественно, учить, потому что... Как бы и в школе, и в университете я его проходила, но не учила, как все советские, в общем... Ну, как большинство советских людей... Смотрите, подождите, но... Все-таки вы учите язык под что? Вот есть очень много подмножеств языка. Слушайте, ну, у меня есть одна мечта, я не знаю, мечтами же не принято делиться, а то это не сбывается, да, согласитесь, да? Не знаю, это зависит, потому что, в принципе, когда ты говоришь, вот у меня мечта, и ты делишься, и ты как бы крепче, и крепче, и крепче становишься. То есть, чем больше ты целенаправлен, да, тем больше поддержка со стороны, она тебя усиливает. Думаете, да? Это можно и так, и так, то есть... То есть, в Америке это так работает, да, потому что в России это работает наоборот, чем больше ты целенаправлен, тем больше тебе, да, пытаются. Ну, если действительно что-то хочется, так, то... Тут еще есть момент, я могу сказать по моим студентам, вот они приезжают, вот так, свеженькие, и некоторые стесняются. Я приезжаю, потому что девки симпатичные, их бы вот только показывать, пока молодые, красивые, и все, но на меня тоже кто смотреть будет. А тут, значит, и они не хотят, стесняются. И есть абсолютно четкая корреляция, между тем, боится человек камеры, и, скажем, насколько успешен он при поиске работ. То есть, корреляция... Ну, это же коммуникация, правильно, это же... Коммуникация, уверенность в себе. То есть, всяко бывает, бывает, человек просто не любит светиться где-то, а при этом у него и стержень есть, и все такое, все нормально. А бывают люди, которые так просто, они от всего подряд, как бы, шарахаются, в частности, вот от этого и от того, и от десятого. Но обычно те, кто на камере, те очень успешные. Ну, это либо уверен в себе человек, либо не уверен в себе человек. Ну, да, да, и все. Есть такие, знаете, говорят, вы знаете, меня нельзя показывать, а то, говорит, вот я там от мужа сбежала, он не знает, нигде я, нигде ребенок, там вот нас показывать нельзя. Нет, нет, если без шуток, я порядка десяти лет, еще со студенческих времен, я занималась дрессировкой собак, но я просто подрабатывала таким образом. Дело мне это очень нравится, я очень люблю собак, иногда даже больше, чем людей, поэтому я бы хотела, ну, вспомнить, что называется, молодость и заняться дрессировкой собак. Именно дрессировкой? Ну, собачьим бизнесом. Не стрижкой? Я не умею стричь собак, но вот на своей, конечно, потренируюсь. Ребята привезли с собой собачку. Собачку, да. Большую собачку. Ну, относить надо, тот гуляет по улице. А что за приключения у вас с ней были? А, слушайте, да у нас вообще приключения были, мы же собрали все возможные траблы, которые могли произойти с людьми, которые пытаются уехать из России, они с нами произошли. Вот, мы, во-первых, да, коллекция, во-первых, мы 17-го не улетели, потому что мы подошли к гейту и нам сказали, ха, а вы опоздали. Хотя мы не опоздали. Вот, хотя посадка продолжалась еще порядка 9 минут. В Москве. В Москве, да. В Москве. В Москве. Мы просто не улетели в самолет. А чемпионат мира как влияет? А, самолеты раньше взлетают. Чтобы быстрее. Чтобы не сбивался трафик, самолеты взлетают раньше. Ну, это очень, это ужасно смешно, потому что, ну вот, нас сняли, потом начали снимать наш багаж, в багаже у нас была собака, вот, были наши чемоданы, то есть они задержали еще вылет самолета из-за того, что они нас сняли. Они так спешили, что они опоздали на полчаса, да, вот, потом, причем об этой ситуации знают все, даже на границе нам, ну, когда мы проходили обратно границу в Россию, девушка сказала, ну, вы же понимаете, из-за чего это происходит, почему это происходит, я говорю, я понимаю, она говорит, ну, вот, что же вы, вы же знаете, с какой страны вы пытаетесь ехать? Ну, они-то лучше всех знают. Ну, да, вот, ну, хорошо, мы были в панике, в ужасе, и мы думали, что у нашего папы здесь случится инфаркт, потому что он уже выехал нас встречать, собственно говоря, в Лос-Анджелес. Да, папа взял машину в рент и поехал в Лос-Анджелес, причем он хитро взял машину, он ее взял не там, где большинство из нас привыкло брать, в рентовки какой-нибудь, а он взял ее на веб-сайте, там, где люди свои частные машины дают в рент. Вот такой Uber, где просто машину дает без водителя, вот, и так вот надо будет с ним поговорить, пусть расскажет детали. Так папа выехал? Ну, он не выехал, он готовился к этому, но у папы просто случилась истерика, и я его понимаю, потому что он нас ждал полгода. Ага, ну, это еще один день. Лишний день. Вот, но, помимо всего прочего, нам пришлось покупать заново билеты с нуля, а это не две с половиной копейки, и в случае, когда... Потому что формально мы сами опоздали. Формально мы сами опоздали. Вы же пришли вовремя. Да. Но... Они говорят обратное. Они говорят, нет, ну, конечно, конечно, мы, мы можем быть неправы, но вы можете написать жалобу, подать, значит, эту жалобу нашему руководству. Вспоминает... Руководство своему руководству. Из руководства. Из руководства Твистера, говорит, ты не в Чикаго, моя дорогая, да? Так, хорошо. Вот, ну, поэтому мы плюнули, сказали спасибо, Господи, что взял деньгами, и пошли покупать билеты. И купили билеты, тут же пошли, тут же зарегистрировались, тут же сдали заново багаж уже до завтра. Часто летает? Нет, один раз в день у утренний рейс на Лос-Анджелес. Но билеты были? Ну, билеты были, конечно, билеты были, и мы просто должны были 17-го улетать, полетели 18-го. 18-го мы за полчаса уже стояли у Гейта. Так. Вот, чтобы... Ну, вас уже знали там, узнавали? Да, 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 у нас... В аэропорту наша собака имела большую популярность, то есть она уже... Так. Вот. Все, мы отдали собаку, сели в самолет, мы прилетели. Вроде как бы все наши уже какие-то невзгоды на этом должны были закончиться, но... Во-первых, кто-то забрал наш чемодан, один из наших чемоданов. Известно, что его унесли? Ну, да, это, вероятнее всего, это была некая госпожа Мхитарян Кристина, которая летела транзитом из Еревана через Москву в Лос-Анджелес. И, пользуясь случаем, я очень прошу, если вдруг вы сейчас смотрите это видео, уважаемая Кристина, верните нам наш чемодан. Мне нечего надеть, у меня майка и шорты. И все. И все. Вот. Потом. Нет, вам должны долларов 500 за это компенсации. От кого? От перевозчика. Как? Реально? Ну, конечно, вы что, если вы не получили свой чемодан, вы... Как же вам за это компенсация положить? Что, у меня есть повод натянуть аэрофлот? В российской миолинии? Я не уверен, что это именно аэрофлот, но, безусловно, если вы свой чемодан не получили, то, по-моему, там 500 долларов за это... Потом мы вне кадра об этом поговорим подробнее. Ладно, но думаете, это все? Нет, это не все. Так. Вышел человек и сказал, нам очень жаль, но собачки застряли все в лифте. Все, и ваши тоже. Да, в том числе и ваша собачка. И, ну, сейчас нет в аэропорту человека, который может решить проблему с лифтом. Так. Мы говорим, что... Это что, как? Да. Ну, как? Да. Они говорят, ну, подождите, мы решаем эту проблему. Мы сейчас позвоним, потом этот человек позвонит какому-то другому человеку, а потом, может быть, этот человек дозвонится до третьего человека, и этот третий человек решит эту проблему, чтобы вынуть собачек из лифта. Так. Ну, я так сказал, в лифте туда подходило человек шесть разных, они там вводят код, чтобы лифт заработал. Да. И вот они вот по очереди раза три все шесть подходили и пытались что-то сделать. И снова уходили. Просто молча подходили, пытались... Мы спрашиваем, скоро? Они говорят, возможно. И уходят. Вот, ну, это, вся эта эпопея с собачками заняла час. В конце концов, ну, нам дали квитанцию, что наш чемодан, действительно, нашего чемодана нет в багаже. Так. Позвали забрать собачку, которую там через какой-то там этаж вынули, и оказалось, что наша собачка, пока досидела в лифте, проломила клетку, и когда открылись двери лифта, она попыталась просто забежать. Торжественно убежала. Торжественно сбежать. И бедную собачку, которая была в страшном шоке, в страшном стрессе, ее там ловили, но, слава тебе, Господи, поймали, и нас высоединили с собачкой. Но она узнала вас, оправдывалась. Ну, нет, конечно, она на нас очень обиделась, что мы подвергли ее такому страшному стрессу, но я думаю, что жесть в Америке ее реабилитирует. Плюс у нас с папой встретилась, с папой по ней скучал очень. А она узнала его? Да. Не сразу. Ну, она была просто в очень большом стрессе, она просто... Ну, там еще и папа, мы его тоже ждали из аэропорта, чтобы он нас забрал. Вот, он где-то там колесил, колесил. Поскольку папа был тоже в стрессе, он три раза кричал. Да, мимо нас оказывается проехал, а мы его не заметили. Ну, в общем, мы собрали за период с 17 по 18 число столько на себя проблем, что я, например, не удивилась бы, если бы мы подошли к офицеру, и он сказал, о, сори, у вас неправильная грин-карта. Мы не пускаем. Ну, хорошо, так дорога-то нормально прошла уже? На вашем автомобиле вы ехали? Да, конечно. Нет, ну, конечно, это... Вот сейчас около 11 утра. Так это вы где-то в 10 с копеечкой подъехали. Так вы ехали всю ночь или что? Мы выехали в начале 4 минут 24 утра, мы выехали из Лос-Анджелеса. В 3 утра? Ну, да, в начале 4 где-то, да. И все это время был за рулем только папа ваш? Папа, да. То есть он выдержал такую? Ну, он поспал, в общем... А твое право действует 3 месяца? Мое право действует, да. Ну, я готова подменить, но он не доверяет пока, он пока еще не доверяет. Да, ну, здесь на самом деле намного легче водить, чем по Москве. Я знаю, я водила, когда вот год назад я здесь была, я водила. Очень приятно водить, все очень вежливые и аккуратные водители. Хорошо, ладно. А я должен сказать, что когда я смотрел это видео ваше, ну, в смысле, вот фильм, который мы сняли, я его смотрел, и я как бы себя со стороны вижу, и в этот момент я понял, что так жить нельзя, потому что надо худеть. Я бы хотела вас спросить, не после ли фильма вы решили все-таки кардинально изменить внешность в лучшую сторону? Ну, я просто на себя смотрел, и я себе очень не понравился. У меня и брюх какой-то нависало, и лицо как арбуз. И я думаю, боже, до чего же я докатился в поисках собственного я? Знаете, и вот это вот что же. И мне сейчас говорят, верните обратно 5 кило, там, и что. Я говорю, да вы что, обалдели. Нет, нет, вы прекрасно выглядите. 22 кило ушли. 22. Вживую гораздо лучше, чем на экране. Прям вот огурец. Ну, вот я очень доволен. Еще стресс должен пройти немножко, потому что я, как мне сказал психолог, у меня нервно-эндокринный срыв. Вот, поэтому я возвращаюсь в счастливое, так сказать, прошлое, в смысле состояние духа. Вот, жена боится мне не додать калорий, говорит, я боюсь тебе не додам калорий, ты злой будешь. Вот, и в общем, короче, вот в тот момент я смотрел, а я несколько раз этот фильм смотрел. Сначала нам досталась копия, так сказать, еще неофициальная. И, ну, друзья пришли, мы показали, еще пришли, еще показали, еще. И я раз 5 или 6 его смотрел. И каждый раз я думаю, боже, так жить нельзя. Вот. И надо сказать, что вот наша аудитория не просекала юморной характер каких-то моментов в этом фильме. Очень серьезные люди, очень серьезно настроены. Были те, кто понял, что это не насмешка. Это не попытка как-то унизить или оскорбить вашу семью. Это ваша изюминка, которую мы постарались. Вы настолько позитивные, сами юморные и очень клевые люди. Вот. И у вас есть своя эта изюминка? Почему показать? Но они не поняли, они смотрели и они подумают, вот, значит, подначивают нас. А они не поняли, что это вот, они не увидели, с какой любовью сделано. Совершенно. И... Вы уникальные герои. Было всего, если я не ошибаюсь, 13, вот 13 фильмов мы сделали. Пусть на меня не обижаются, как бы, другие наши герои, но вы стоите прямо с огняком. Там была совершенно замечательная женщина из Лос-Анджелеса. Шелли Соколов. Да, 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 Комаров. Комаров, потрясающийся шоколок. Ну, просто вы все очень разные. Но если вспоминать какой-то вот, именно такой хороший нашинский юмор, вот, то это портновые. Это портновые. У нас было прикольно, мне кажется. И так, и на нас времени много потратили, снимали во многих точках. Я видел первые шесть сюжетов, дальше они как-то перестали вывешиваться. Но первые шесть сюжетов, я смотрю, практически в одном месте снимали. Или там буквально с двух точек. Это же зависит от героев. Вы мобильные люди. Вы, вам есть что показать. Вы здесь, вы здесь. У вас есть любимые места, у вас есть любимые занятия. Ну, слушайте, а как вы вообще на нас вышли? Я ребятам напоминаю, что, не то, что напоминаю, я рассказываю. Я никого не трогал, звонит телефон. И это вы были, да? Да, конечно. И вот Лена, значит, звонит и говорит, так и так, мы вот там ищем героев. А вы на нас как попали? Слушайте, ну, я рисочила интернет, ну, как это делается обычно. И если я не ошибаюсь, я вышла на какого-то человека, который здесь то ли в Сан-Франциско, а может, я ошибаюсь, может быть, я вышла на ваш, на отзыв о вас, о вашей школе. Может быть, я вышла на, я вышла на вашу страницу, да, я вышла на ваш YouTube, точно. И я стала уже адресно, по вашему поводу, наводить справки, вот, и потом мы с вами поговорили по телефону, и я поняла, что вы наш клиент. Понял, понял, хорошо. Вы наш человек и наш клиент. Хорошо, то есть, смотрите, как интересно получилось, то есть, профессионально, так сказать, ваша тропа вывела фактически вашего супруга на нашу школу. То есть, это вы в тот момент подумали, что это ему сюда надо. Пустя, ну, нет, тогда я даже не знала, что мы выиграли, да, это же мы с вами связывались. В конце марта, пока мы доехали до Сан-Франциско, прошло достаточное количество времени. Ну, когда съемки шли. Когда вот мы к вам уже приехали, я знала, да, но я очень стеснялась спросить. Вот, ну, правда, я очень стеснялась спросить, и вот, и поэтому, да, как-то полнамека. Хорошо. Пыталась выяснить, что светит не молодому, но очень умному человеку. Он, как бы сказать, мы, когда смотрим на это дело, есть, как бы, очень-очень городкосрочная перспектива, и она тоже важна для новичка. И есть такая более долгосрочная, которая нам, например, как школе гораздо интересна. Потому что я понимаю, что в долгосрочной перспективе нам гораздо проще прийти к хорошей цели. Например, если мы говорим, вот три года от сегодняшнего дня, три года от сегодняшнего дня он должен получать свои 120 тысяч. Так, и, может быть, даже быть менеджером где-то там и так далее. Зависит, не каждый человек в состоянии там кого-то организовывать, но это вот примерно его перспектива. Сказать, а где он будет через три месяца? Черт его знает, потому что в десять раз шире вот этот вот спектр возможных каких-то вариантов. Но он потихонечку собирается во что-то очень приличное. Поэтому я в долгосрочной перспективе ничего не вижу проблемного. Потому что еще надо язык немножко ему подобрать. Ну, понятно, конечно. Но дальше ему надо дополнительную социализацию пройти уже внутри компании. Вот то, над чем мы сейчас работаем. Чтобы он уже на пару месяцев попал куда-то и там обтерся. И это дает человеку какой-то такой лоск, что он уже как бы местный. Вот, потому что он сейчас, конечно, не местный. Вот когда по улыбке, по осанке, по жестикуляции и так далее, видно, что человек оттуда. То есть его может быть метров там за 200 уже видно, это наш, он идет там. Слушайте, а вы что думаете, это проходит? Мне кажется, лет 10 надо пожить, чтобы вот этот испуг с лица исчез. Это другое. Но с точки зрения вот так, ну, даже когда мы дорогу переходим, понимаете, вот когда переходит дорога, там вот американская, которая вообще не смотрит, просто идет. Вот, или, допустим, когда человек начинает оглядываться, ты знаешь, ты либо наш, либо китайец. Слушай, они как бы сразу. Это тоже проходит. В этом смысле интересный город Бостон, например. Вот ты слышишь русскую речь, оборачиваешься, и ты не можешь понять, кто. То есть они одеты, они идут. Вот, и вот, скажем, у нас тут очень много пенсионеров таких, которые, ну, вот как Брайтон, да, вот они не ушли никуда, вот из того мира, они в нем живут. И это сразу видно издалека. По кошелочке, по плащику, по походочке, по взгляду. Такое, и шо? Вот. Поэтому, значит, у вашего папы, у него так слегка еще, у него есть такое слегка, но это только потому, что он не вовлечен в местную жизнь полноценно. Вот, когда он начнет ходить на работу, там, ходить на ланч, там, сидеть на митингах, там, писать, там, какие-то ошибки записывать, там, баг-репорты писать, вот. И тогда он сразу раз так, и это уже никуда не денется. То есть оно сразу находит отпечаток какой-то свой во внешнем виде, в походке, там, во взгляде и так далее. Ну, я полностью согласна, конечно, когда появляется уверенность в себе, когда ты понимаешь, по каким правилам ты играешь. Конечно. Ты начинаешь, просто встраиваешься в эту игру и начинаешь в ней жить. Поэтому я вот, когда вижу, люди говорят, я буду учить английский, я буду ходить там на курсы. Я говорю, курсы хорошо, работай, будь среди людей, проходи социализацию. Там что, там собачка ваша? Там папа. Там папа и собачка. Ну да, поэтому очень хорошо ходить на курсы, если это вдобавок, потому что ты живешь в стране. Нет, ну, например, я собираюсь, естественно, работать, и пока у меня нет языка, мне тоже не суть важна, где работать. Где возьму, там и буду работать. У меня нет никаких каких-то там амбиций, у меня нет никакого привзятого отношения к работе. Но вы сейчас направляетесь в Сакраменто. Да. Вот прямо вот сейчас раз ли поедешься? Прямо сейчас, да. Прямо сейчас. К нам заехали люди из Лос-Алджио, а теперь поедут в Сакраменто. К вам приехали на час, да. Да. Привет, бонжор. Да, и самое, бременов у нас тут нету, там чай не Германия, а вот Сакраменто есть. Значит, уже квартиру сняли, да, там? Сняли. Постарался. Мебелишки нету. Не, пустая, сейчас еще за матрасами поедем. Там много наших соотечественников. Не-не-не, мы не в том районе, не-не-не, не надо. Но на другом конце города. Удобство в том, что невероятное количество русских магазинов, и, то есть, вы не соскучитесь по середке или там черному хлебу. Мы наедались пельменями перед отъездом, мы понимали, да, что, ну, на какое-то время нам хватит, потом, может быть, за гречечкой сходим, да. Ну, гречка и в американских магазинах тоже есть. Единственное, что она там не жареная, да, и ее надо просто немножко по-другому готовить. Есть, ну, как-то обязательно есть. Ну, разберемся. Что еще? Сакраменто, Сакраменто, Сакраменто. Да, там красиво, там рядом горы с озером снежной. Да вы нас не уговариваете, мы уже там сняли квартиру. Да, да, там хорошо. Так, что еще там есть, я начинаю думать. Ну, поскольку вы легальные, то там и с работой нет проблем. То есть, в Сакраменто тяжело тем, кто по нелегалке, и там вся работа только на стройке, если. Вот, а когда человек легальный... Не, ну, без языка ты тоже, в общем, далеко-то, ну, как-то... Кафе, кафешкой, кафе. С языка как? Ну, хорошо, у нас Даша знает язык, она может официанткой пойти подрабатывать. Вы должны работать в таком месте, где нет прямого общения с клиентом. Да. А есть, как бы, не прямое, вот вы где-то там сзади. А сзади там что-то раскладывают по полочкам, что-то там, я не знаю. Ну, да, по пакетикам, по полочкам, моют, чистят. Ну, например, да. И это довольно быстро все произойдет. Кроме того, поскольку в Сакраменто очень много русскоязычного народа, это значит, что куда не придешь на работу, там всегда кто-то есть, кто говорит о работе. Кто-то из наших? Ну, конечно, кто-то есть всегда. Да, поэтому даже если человек, например, не очень там что-то, им говорят, ну вот ты будешь там помогать, там шефствовать, там вводить в курс дел, тогда это очень принято. Но это не мешает, вот это присутствие русскоговорящего человека? Мне кажется, мешает. Это зависит от того, какие отношения. Если они начинают друг с другом говорить по-русски, то это, конечно, нехорошо. Но если он иногда может помочь там где-то или объяснить что-то, что не очень понятно. Бывают работы, не требующие большого общения. Там, ну, надо просто понять там какую-то структуру, систему какую-то. Вот я видел Наташи Квик, недавно показывал сюжет, это блогер из Флориды. И там женщина, ей немножко за 50, и такая хорошая, такая она с дочкой. Дочка у меня училась она. И вот, значит, она в каком-то бизнесе, где вышивку делают на одежду. Ее научили пользоваться, видимо, этими машинами. Она говорит, я никогда в жизни не работала на производстве. Я всегда где-то в офисе была, а тут вот надо что-то производить. Ее научили пользоваться машиной. Там Наташи чуть поработала, теперь ей дают, там, какую-то девочку дали из Ямайки черненькую. И она ее учила, как пользоваться. И она говорит, так как же я ей скажу? Я говорю, скажешь, скажешь, не волнуйся. Поэтому, когда начинаешь так вот как-то работать, здесь привыкли к людям, которые не очень говорят или совсем не говорят, этим удивить нельзя. То есть это если только вы куда-то в такой жанр языковой попадаете. Скажем, на телевидение так нельзя. Ну понятно, конечно. Вы могли бы посмотреть, знаете, еще на что, вы могли бы работать в каком-то бизнесе, который как бы немножко русскоязычный, но и не совсем. Например, страховое агентство. Вот есть люди, которые занимаются страхованием. И скажем, вот мы когда, у нас было страховое агентство здесь свое, и я был так счастлив, как я его продал, я никогда так не радовался. Но у нас было там, я не знаю, там полторы тысячи русскоязычных клиентов. И американцы были. То есть они все говорили и так, и так. Но во всяком случае, есть места, где если человек по-русски говорит, например, да, то это в плюс. И бизнесы стараются, чтобы были. Вот мы сейчас были в Испании, и там заходишь, меню там на восьми языках. Где-то даже на украинском. То есть не всюду, но русский всюду. Они еще ходят и говорят, вот нас нигде не любят. Нас-то я говорю, блин, вам тут еще меню написали. Кошельщик не любят, платишь там евро и любят. Да, и банки стараются, чтобы кто-то был. Если клиентура идет, то они стараются, чтобы были люди с разным языком. Другое дело, что Сакраменто – это такая зона, где русским не удивишь никого. Понятно, да. Но что касается собачек, я, конечно, вот в силу того, что у меня была собачка там 10 лет, я могу сказать, что, конечно, вот бизнесы, где стригут собак, там действительно можно и денежку стричь. Гостиница для собак очень хорошая. Гостиница, ну там же и стригут. Да. Сдат собачку на две недели. Ну вы хотите, чтобы я вам до конца всю свою мечту рассказала? Нет, нет, подождите. А на выходе тебе ее, по-моему, от шампунь. Потом интересно будет с нами еще раз встречаться. И все-таки бабки с тебя возьмут, и все, и собачка такая выходит. Еще бантик повесят какой-то красивый. Да, конечно, да. Вот. От шампуня, надуханит. Да, да. Они начешут. Да, и у нас работала, училась женщина лет, ну не помню, ближе к полтинечку. Эффектная, как ох-охо. И вот, значит, она работала по стрижке собак. У нее даже палец один был прокусан. Вот. Но она любила, здесь она любит собак, и она там все. И в нашем деле неплохо соображала совсем. И она так и не пошла искать работу. Она получала около ста тысяч. На стрижке, на грубинге. Да. На стрижке получала около ста тысяч. Это да, это хорошее. Но она была такая, знаете, какая-то совестливая русская женщина. И я ей говорю, чего ж ты? Она говорит, ну поймите, если я уйду, то эта женщина, она просто выйдет из бизнеса. Потому что там на мне половина ее бизнеса. И я говорю, так она что с тобой, тебя в долю взяла или как? Она говорит, нет, ну я как же, вот она пожилая. В общем, она так и не ушла. И года два я ее все пытался выдернуть оттуда, потому что переживал. Но она вот так вот и стрижет до сих пор собак. У нее была какая-то собака, такой померанин, знаете, вот такой красавица, он мне фотки показывал. Это шпиц, да, померанский? Ну, наверное, да. Так, ну как слон, здоровенная такая собака. Нет, просто шерсти очень много. Шерсти много, да, шерсти много, конечно. И вот какой-то он был очень знаменитый, этот померанин был очень знаменитый, где-то там вот его фотографии всюду, вот она его стригла. То есть она такая была именитая подстрижница, подстригальщица собак. И вот она 100 тысяч получала на подстрижке по найму работы. Слушайте, ну Калифорния это место, где собакам относятся практически как к детям, а иногда и лучше, чем к детям. Да, согласитесь? Да. Поэтому здесь можно этим заниматься с большим удовольствием. Ну и вообще в Америке. Любая живая тварь. Есть даже такая работа, как выводить собачек гулять. Да, и этим можно заниматься. Но если что, как-то не денежно, ну что там? Слушайте, по-разному на самом деле. Вот у меня есть, да, есть, как раз мы вчера в Лос-Анджелесе встречались с бывшими нашими. И вот они рассказывали, да, рассказывали про то, что кто-то там очень прекрасно себе гуляет с собачками. Вот, живет с собой в мире, в ладу. Но в Лос-Анджелесе легче жить в мире, потому что здесь дорого все. Да, да, ну это конечно, да. Конечно, да. Ну хорошо, что же. Давайте. А я подумал, вот приедет Лена, она мне скажет, Миша, вот ваш канал, вы все неправильно делаете. Вам надо вот так, так, так. Слушайте, нет, ну если вам нужен консультант, я думаю, мы с вами потом, после того, как мы проговорим 500 долларов за багаж, мы с вами потом поговорим отдельно. Хорошо, но есть идеи? Ну давайте подумаем. Хорошо, ладно, ладно. Потому что у меня такое ощущение, что я как бы, ну уже чего хотел рассказать, я рассказал, у меня 6,5 тысяч видео. Значит, ну мы иногда возвращаемся к старым темам, ну сколько можно. Слушайте, ну это вот, это блогерская задача, постоянно, постоянно на что-то цеплять зрителя, придумывать что-то. Ну самому же хочется тоже, чтобы цепляло, понимаете, я не только на публику работаю, я же как бы живу вот в этом. Конечно, естественно, естественно. Подумаем, подумаем, ничего. Хорошо, ладно. Все тогда, ребята, счастливо вам, устраивайтесь. Спасибо, спасибо. Мы с вами не прощаемся, не прощаемся. Надеемся. Да, давайте нашим зрителям помашем ручкой всем. И такой вопрос, обычно все спрашивают, а вот если я хочу написать, там Леня или там может там кто-нибудь влюбился уже в Дарью? В Дарью. Только за миллионера. Это нам бабушки наказывали, что если не найдете миллионера, в гости не пустим обратно. Да. Вот. Говорят, ваше будущее это Дарья. Так. Вот. Будет у Дарьи миллионер, вы будете в шоколаде. Канал связи есть какой-то? А с Дарьей? Нет, ну не знаю, вообще с вами. Вот вам чего-нибудь написать. Ну, слава, папа наш, там у вас как-то же отмечен же, да, же, как-то же он там писал, что... Смотрите, давайте вот что, пусть они пишут в комментариях. Да, конечно, в комментариях мы всем ответим, да, без проблем. Хорошо, а уже когда вы увидите, как они ответили, вы сможете им в личку написать, ну там, в индивидуальную почту. Ну да. У меня бывает, знаете, вот у меня была такая девочка, Танечка была из Донецка, такая вот, ей было 16 лет, когда она приехала, в лотерею выиграл. И там буквально, я один раз показал, и там человек пишет, Михаил, я живу в Нью-Йорке, 8 лет в США, там увидел Таню, готов все бросить, значит, там, я думаю, боже, прямо, ну, мексиканский сериал. В 16-то лет? Нет, нет, это ей 16. Ну вот я говорю, знаете что, я бы очень подумала. Ну вот, просто вот так вот. Хорошо, ладно, ребят, счастливо. Спасибо вам большое. До скорых встреч тогда. Да, до свидания. Пока.